Музыка Пока мы здесь слушали Тору, мне мой сынок младший написал, говорит, папа, можешь меня поздравить? Он закончил первый год своей библейской школы, и мы сидя, что тебя поздравляем. Он сейчас смотрит, говорит, я смотрю вас. Это хорошо, когда люди на другой стороне могут за тобой наблюдать. А самое интересное, что всевидящее око Бога нашего, оно тоже за нами наблюдает. Аминь. Вы знаете, я очень рад сегодня быть с вами. На самом деле, реальность такова, что это хороший день, праздничный день. Это день, который сотворил Господь. Мы вошли в эту 70-ю годовщину Победы. И это общая победа. И я благодарен Богу. В прошлый раз, если вы помните, я обещал, что я буду говорить, и хотел поговорить о серии проповедей, подготовить для того, чтобы понимать позицию самой молитвы, Нагорной молитвы, или проповеди в Нагорной, в которую обходит молитва «Отче наш». Мы многие из нас знаем эту молитву. Мы ее наизусть заучили дома, мы в общем собрании. Мы распечатали ее, сделали ее в рамочку. У кого-то есть молитвы, где написано «Отче наш». Это хорошая молитва, которая дает нам принципы, как молиться. То есть есть принципы, за что и как молиться. Некий прототип, который Ишуа оставил для нас. Я сегодня хочу продолжить эту тему. Это тема, которая меня очень сильно касается. Я хотел бы разобрать эту позицию молитвы «Отче наш». И знаете, тема, которая вторая у нас будет, вот эта серия «Отче наш», я назвал ее «Кому мы молимся?» Личность. К какой личности мы сегодня обращаемся, когда мы говорим «Отче наш». И мы откроем несколько мест Писаний для урока, для того, чтобы уяснить этот принцип. Но кто из вас помнит эту молитву «Отче наш», которая записана в Матфея 6 глава? С 9 стиха по 13, очень немного. Все-таки молитва, она очень быстрая, которую мы читаем в Евангелии от Матфея. Смотрите, говорится так, Ишу говорит, «Молитесь же так, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь». Вы знаете, эту молитву мы изучаем или же запоминаем в кооперативном или совместном молении. Очень легко запомнить молитву, когда все люди ее повторяют. И знаете, я верю, что эта молитва непростая молитва, потому что она оставляет основу для нашей веры в Того, Кто может совершить намного больше, чем мы об этом мечтаем. И начинается она, «Отче наш, сущий на небесах, Авинуши башимаем, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Мы не просто будем изучать последствия эту молитву, но мы сегодня изучим с вами, углубимся в эту фразу. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Это послание, которое Бог хочет, чтобы мы усвоили. И первая позиция в моей проповеди, первая ступень к познанию вот этой фразы и раскрытия ее будет простой понятием «Наш Бог, Он наш Отец». Если мы усвоим, что наш Бог, Он есть наш Отец, и не просто, что Он творец всего, Он является Отцом всех народов, каждого человека. Он захотел и родил нас по Своему изволению, по Своей воле. Это понятие должно быть в нас укорено раз и навсегда. Ишуа учит о молитве и обращает внимание на необычный оборот речи, который звучит здесь. Вы знаете, может быть, для вас это не сильно важно. И мне тоже не было важно, пока я не начал изучать глубину этих слов. Потому что, если вы помните, в прошлый раз мы говорили о силе молитвы. Вот что может молитва? И в Матфея 6 глава Ишуа говорит простые вещи. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящая тайна, воздаст тебе явно». Мы видим, когда Ишуа учит учеников и говорит о молитве, и говорит, когда ты молишься. Но в молитве «Отче наш» идет нечто другое. Я знаю, что мы иногда не обращаем на это внимания, но и почему-то в этот раз Бог сфокусировал меня на это. В этой молитве идет обращение. Там есть восемь множественных местоимений, используемых в этой молитве. Восемь. Всего лишь три слова, но восемь раз оно звучит, как множественное число. Эти слова, которые мы читаем, нам и мы, очень важны. Почему? Ведь до этого я прочитал, что чуть-чуть выше, стихами выше, он говорит, когда ты молишься, и скажи, войди в комнату свою, когда ты молишься, затвори свою комнату, и тебе Бог в тайне откроет. Но в молитве «Отче наш» идет обращение во множественном числе. Многие ученые говорят, идет ответ на вопрос учеников. Научи нас молиться. Но вы знаете, может быть, это и правда. Может быть, и теологически оно звучит в этом ракурсе, что они попросили Его, научи нас. Поэтому он говорит «Отче нас». Молитесь вот так «Отче наш». Но дайте мне мою версию вам рассказать, что я пережил. Когда мы видим это обращение, оно меня подталкивает на то, что у нас один отец. Что мы связаны с вами семьей. Мы есть его тело. Мы его семья. Как естественным образом мы рождаемся в нашу семью, где у нас есть отцы и матери, где у нас есть братья или сестры. Мы рождаемся в семью физически, так и духовно. Когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся в семью Божью, где существует «я», «моё» и «мне». Мы рождаемся, чтобы изменить «моё», «я» и «мне» на «наше», «мы». Чтобы мы стали сострадательны. Чтобы то, что принадлежит мне, как в мирском понимании, я един, личность, принадлежала теперь в общине. В народе, где мы являемся братьями и сестрами. И мы говорим, когда семья – это не просто община Орхамашиех или Бет-Эль, либо Бет-Симха. Это тело Мессии. Люди, которые верующие в Бога, где Бог является и нашим Отцом. Важность это понимать. Ефесянам 3, 14 говорит, «Для сего преклоняю колени мы перед Отцом Господа нашего, Ишуа Мессии, в котором именуется всякое Отечество на земле». Интересный оборот, что я преклоняю перед Отцом, который является Отцом для всех. Вот этот оборот в новом переводе «Слово жизни», там говорится, от которого получаем имя каждый род на небесах и на земле. В нем мы получаем некое имя. И вот этот род, там еще в переводе как «семья», мы рождаемся в семью, где у нас есть ответственность не только лично за себя, а у нас есть ответственность перед другими, и поэтому мы называем нас. Мы и наши. Наш Отец, не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого, подай нам хлеб насущный, потому что мы в одном теле, мы обязаны перед Богом заботы друг о друга. И по этой причине Ишуа учит Отче наш, не просто молитва индивидуальная, не говорит он просто, когда ты хочешь помолиться, скажи, «Отец мой небесный, дай мне мой хлеб». Он говорит о кооперативном, совместном прошении перед Богом. Когда мы говорим о семье, это не только община, в которой мы живем, это верующие люди, с которыми у нас связывается единая вера и один Бог. Одно крещение и одно имя под небесами, имя, которым Ишуа. Матфея 18, 19 говорит, еще раз говорю вам, что если двое из вас согласятся вместе молиться о чем-либо, то мой небесный Отец непременно сделает для вас все, о чем вы просите. Не говорит просто здесь индивидуальная молитва, он говорит, мой Отец даст вам, если вы согласитесь, двое или трое или четверо согласятся, поэтому понять эту первую фразу «Отче наш», надо понимать, что у нас есть Отец Небесный. У нас есть Отец обращение к тому, кто стал Отцом для всех нас. Отец наш Небесный, пусть святится имя Твое. Пускай святится имя Твое. Когда мы говорим слово «святится», мы иногда не понимаем, как оно звучит. То есть, не понимаем, насколько важно это слово. Ведь в Евангелии, в Новом Завете это слово, хотя и пишется на греческом языке и имеет в свое понимание освящение, и написано примерно 26 раз об освящении, но в данном контексте оно связано с именем Бога, это связано с еврейской культурой, с еврейским обращением к Богу, и всего лишь два раза два этих слова записано в Евангелии или же в Новом Завете. Одно написано в Матфея 6 глава, другая в Луки 11 глава. И в обоих местах оно потребляется в молитве «Отче наш». И знаете, оно настолько глубоко, что передать сущность этого слова ну как бы невозможно. Вот просто так, потому что Отец наш Небесный, который вот святится, слово «святится», там как бы одно слово стоит, которое говорит «отделил себя». То есть «святится» значит связано с именем Бога. Он отделил себя от зла, отделил себя от того, что происходит в злом этом мире, от греха. Но это не значит, что Он отделил себя от нас. Он не смог, Он не мог отделить нас от себя, потому что Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб». Другими словами, Он не отделил себя от нас, но Он отдал Своего Сына, но Его святость отделена от зла, которое происходит в нашей жизни. Вы слышите, нет? Может быть, трудно это осознать, но вот «святится» имя Твое означает, что Бог не отделяет нас от Себя, но Он послал Сына, чтобы примирить нас с Собою, но Он отделен от зла, происходящего в нашей жизни. Очень часто люди при наших общениях, когда идет консультирование, я замечаю, что люди имеют некую боль к Богу об обстоятельствах, которые происходят у них в жизни. Но я хочу сказать, что происходящее зло в вашей жизни, как бы оно ни было, никакой в случае не связано с Богом, Который Всевогущий. И поэтому говорится «святится имя Твое, отделится Твое имя». Бог не хочет отделить себя Своим присутствием от нас, но Он отделяет Своё присутствие от зла, в котором мы находимся. Если это можно понять, вы знаете, что имеется в виду, когда Бог отделяет себя от зла? У нас с вами есть некий прообраз в нашем поведении. Каждый из нас имеет своего земного Отца. Мы связаны с этим поведением. Хорошие наши цели, либо плохие. Мы заимствуем у них эти все качества, которые мы приобретаем. И мы эти качества приводим в нашу жизнь, в жизнь верующих людей. подсознательно, неподсознательно. мы похожи на своих родителей. Особенно влияние нашего земного Отца влияет на наше понимание. И наши раны, которые мы несем в общество, они связаны с поведением наших Отцов. То ли плохое, то ли хорошее, они получают это от Отца. И вот, что я вам интересное скажу. формируется наша личность от двух Отцов. Наша личность, она формируется на основании двух Отцов. Но, вот, например, самое лучшее, самое лучшее, чтобы в моем Отце было, и, знаете, я всегда говорю, что вот это дар от Бога. Кто это соглашается, что вот мои, моего Отца, вот у него хорошие какие-то качества, и мы говорим, это был дар от Бога, то есть мы похожи на Отца Небесного, мы это сравниваем так. А если ваш папа был очень плохим в какой-то момент, выпьет так хорошенько, да, вот, и начинает дебоширить, что мы говорим? Где-то он этого набрался. Значит, у него еще есть другой отец, который, от которого он научился. Мы понимаем, что есть два отца, где человек, черпает свою натуру, свое естество. Я не знаю, как вы воспринимаете Троицу, вообще, как бы, Трояединство Божие, знаете, его сущность. Но, когда я был маленький, когда я рассуждал над этим, мне всегда казалось, что Бог, Отец, Он очень суровый. смотря на Ветхий Завет, смотря на Танах, да, я видел, как Бог, Он жестко поступал с законами, действиями, как будто наказывал там все. Для меня был Отец Небесный, когда говорилось, Отец Небесный, да, во имя Отца и Сына Святого Духа. Вот, когда во имя Отца я понимал, что Он злой, Он требовательный, Он наказывающий, да, Он такой жесткий, знаете, как принимающий, тебя жестко, все должно быть в рамках, и ты понимаешь, что ух, ну нет, с Ним по сути не стоит. Когда говорили об Иешува, да, Иисусе, но Он такой же любящий, Он такой же хороший, умер за меня, за такого нехорошего. Да, вот такое состояние, Отец, Он жесткий, такой, Он требовательный, Иисус такой любящий, и, знаете, вот хороший, вот через Его любовь открылось мне спасение, и когда говорится о Духе Святом, и думаешь, как-то неинтересна еще одна личность Божества, которой ты не знаешь, откуда Он приходит, куда уходит, какая-то странная личность. Я не хочу богохульствовать в этом направлении, но я хочу сказать, это мы странные, мы не знаем Бога, что происходит, как происходит, куда все уходит, куда все приходит, поэтому мы странные, у Бога все в порядке. Когда мы говорим о молитве Отче наш, мы должны понимать, что личность, к которой мы обращаемся, это личность нашего Отца. Услышите, нашего Отца, как я уже говорил, есть два Отца, у которых мы принимаем нечто. Какой может быть Отец? Либо Он добрый, либо Он злой. Второй пункт, вот которому я сегодня подвожу еще, вторая личность, это злой Отец. Мы очень часто думаем о Боге, как о злом Отце. Давайте приведем несколько мест Писаний, и вы поймете, что злой Отец, это не тот, кто на небесах, который ему обращается, наш Отец. Наш Отец, Он добрый, это другой Отец, которого мы знали раньше. Иоанна 8 глава, с 38 по 44 стих. Ишуа обращается к людям, и Он говорит, я говорю то, что видел у Отца моего, а вы делаете то, что видите у Отца вашего. А, интересно, секунду, получается два Отца. Вдруг ниоткуда не берешь, мы даже не думали об этом. Ишуа открывает вторую личность, откуда мы, люди, черпаем свое поведение, свой образ жизни, свои боли, свои принципы, свою сущность. И он говорит дальше, и сказали ему в ответ, Отец наш есть Авраам. Ишуа сказал им, если бы вы были дети Авраама, то не делали, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня. Человек, сказавший вам истину, которого вы слышали от Бога, или который слышал от Бога, Авраам этого бы не делал. Другими словами, он бы не убивал, бы не хотел бы сметить человека, который бы слышал от Бога некоторые слова. Вы делаете дела Отца вашего. На это сказали ему, мы не от любодеяния рождены, а одного Отца имеем, Бога. Ишуа сказал им, если бы Бог был Отец вас, то вы любили бы меня, потому что я от Бога ишел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Посему вы не понимаете речей моих, потому что не можете слышать слова, слова моего. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти Отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец и лжец, и отец лжи. Сатан это тот злой отец, с которым у нас связана наша естественная природа, природа падшего человека. И вот здесь, в этой молитве Отче наш, Ишуа, пытается сказать нечто большее, чем мы просто заученную молитву. Наш Бог. Он говорит, услышите, Отец наш, Бог, Он есть Отец наш. Наш Отец. И обращение идет к нашему Отцу. И когда мы нерожденные свыше, когда мы делаем те ошибки, которые мы делаем, мы чаще всего думаем, что Бог, Он каким-то образом влияет на те обстоятельства, а Бог, Он ничего общего со злом не имеет. Он отделил себя от зла. Поэтому, когда мы искушаемся, я буду дальше говорить, мы искушаемся собственной похотью. И когда мы исполняем собственное изволение, желание, собственное, чью волю тогда мы исполняем? Какого Отца? Мы должны понимать, что конечная цель дьявола-то украсть, убить и погубить. Его цель убить, не только физически, но и духовно, не дать тебе возрасти в Божий промысел, в искупление, в свободу. Как узнать эту ложь от сатаны? Каким образом не попасться на удочку лжи от сатаны? Знаете, всякая мысль, которая приходит к вам в разум, противоречившая в Священном Писании, не есть от Бога. А если она не есть от Бога, то она от дьявола. И Библия говорит о том, что вы противостаньте дьяволу, и он, что убежит от вас. Мы попадаем под собственное искушение. Даже те мысли, которые говорят, меня Бог не любит, Бог от меня отвернулся, Бог не отвечает на мои молитвы, я не знаю, ли вообще Бог меня слышит. Такие мысли, я хочу вам сказать, что они не есть от Бога. Они не от Бога. Услышите, они не от Бога. Всякую ярость, всякую гнев, всякий гнев, который Бог имел против народа своего, Он отложил на Своего Сына. Потому что написано, проклят всякие веща, щенц на древе. Всю ярость свою, весь гнев против греха, Он отложил на Своего Сына. И по этой причине Он говорит, что я люблю тебя, потому что я весь свой гнев отложил на Него. Он взял этот гнев, Он взял это поношение, чтобы нас был мир, примирение, благодать, чтобы мы могли назваться сыновьями. Бог есть любовь, и в Нем нет зла. В Боге нет зла. Хотя Он руководит всем, но в Нем нет зла. Он желает доброе тебе и мне. Очень просто, очень просто. Всякая мысль, которая противоречит Писанию, она не от Бога. Когда приходит время нашей молитвы, нашей с вами молитвы, на что мы делаем фокус? На что? Очень часто мы молимся к Богу, обращаясь, на основании нашей боли, нашего неисселенного сердца. Когда наши друзья делают нам больно, и мы начинаем молиться, чтобы Бог их вразумил. Когда мы нам несправедливо нас обвинили, когда на нас наговорили, когда друзья друзей сказали о нас худое, и мы готовы в нашей молитве передать этого человека в Божьи руки в смысле такого проклятия. Бог, ты вступишься, ты отомстишь за меня. Скажите, когда в таком молитве к кому мы обращаемся? Если дьявол, он враг, он хочет убить и погубить. я покажу еще что-то очень важную вещь. Поэтому я свою проповедь назвал «Кому мы молимся, когда мы говорим отче наш?» Если мы говорим, что есть два отца, и один отец, он добрый, Бог на небе, отче наш, а другой здесь, кто Иисус говорит, что он есть отец лжи, кому мы обращаемся? Как я уже говорил, что есть два отца злой и добрый. Добрый отец, что это? Кто он? Знаем ли мы его? И эта молитва отче наш раскрывает его, как отца любящего. Послание Якова, 1 глава 13 стих говорит так, «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушаем злом, и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обращается собственной похотью, похоть зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от отца света, у которого нет изменения, ни тени перемен. У него от отца света, вот это к этому мы еще вернемся, отец света, но важно понимать, что я имею ввиду, когда мы читаем этот стих, друзья, он говорит, друзья, дорогие, не думайте, не давайте себя обмануть, мысли, помните, мысли приходят не по писанию, которые противоречат писанию, мы можем упасть в обольщение, не давайте себя обмануть, Бог не имеет ничего общего со злом, помните, мы говорили слово досвятится имя твое, он отделил себя от зла, и когда у нас происходит нечто в нашей жизни, и мы склонны обвинить Бога, почему ты этому позволил совершить, почему ты это допустил, что я сделал такого, Бог говорит, подожди, общего с этим не имею ничего, я отделил себя от этого, Ишуа хочет научить, и говорит, послушайте, мы искушаемся собственной похотью, мы искушаемся собственными желаниями, и с этими желаниями общего Бог ничего не имеет, а мы хотим, мы хотим по какой-то причине обвинить нашего Отца Небесного во всех бедах, через которые мы проходим. Эта молитва очень наш, конкретно показывает первую ступень в наших отношениях с Богом. Во-первых, как я уже говорил, наш Бог, Он наш Отец, наш Отец, и Он не злой, как я уже говорил, есть другое, другая сущность, здесь другая личность, которая желает нам зла, которая хочет рассорить братьев, которая хочет сделать нам зло, и есть Тот, любящий Бог, к Которому нужно обратиться. В этой причине Яков говорит, если есть зло какое-то искушение, оно ни в коем случае не связано с личностью Бога. Мы сами искушаемся. Вот это слово, которое написано об искушении, что Бог не искушаем злом, здесь хотят, у нас на русском языке четыре слова, на греческом всего лишь одно слово, которое связано с нашей еврейской культурой. это означает, что Он не поддается никакому искушению и злу. Он не участвует, Он отделен, это слово отделение. Зачем я говорю это? Зачем говорить с тем, кто не может повлиять на твою жизнь, в добром смысле? Когда мы молимся, мы должны понять, что в обращении нашем к Богу в наших ситуациях мы не можем Его обвинить ни в чем. Слышите меня, нет? Я надеюсь, я смогу принести откровение в вашу жизнь обстоятельства, которые нас постигли. Бог не имеет ничего общего. Вы скажите, подождите, но есть же такой момент, что Бог допустил. Да. Что же допустить? Я когда детям говорю, ну, если ты хочешь, ты можешь это сам делать. Допускаю ли я, что мои дети могут сделать ошибки? Да. Фактически я отделяю себя от их беззаконного действия. Я верю, что в этом послании, вот когда говорится Якова, имеется это в виду. Многие реагируют на собственные неудачи, как будто их организовал сам Бог, который тебя любит. Бог любит, и Он организовал мне такую западню. Мы так думаем. А если по сущности, нам же хочется так поступить. нам же хочется вот это сделать. А потом думаю, я в полной торбе. Нам нужно понять и начать обращаться к нашему Богу, как к доброму Отцу. Знаете, очень часто я обращаюсь в молитве к Богу, говорю, Господи, я попал в торбу. Я не слушал того Отца, которого нужно было слушать. Я послушал ложь другого Отца, но я не хочу быть под его контролем. Поэтому я прошу тебя, помоги. На что похоже это? Детские шалости в школе. Я знаю, что многие, может быть, наши ребята были на таких вещах, когда два малолетки, два парня из начальных классов подрались, поссорились, один другому кричит. Мой папа придет, он круче, чем твой папа, загнет твоего папу в два счета, мой папа сильнее твоего. Да? Алло? Вот знаете, нам нужно, наверное, иметь такую же молитву. Когда мы попадаем в ситуацию, нам нужно сказать, мой папа, который на небесах, он сильнее другого папы, который иногда я послушался. Поэтому я прошу тебя, мой папа, приди, помоги мне. Вот если мы научимся, нам, наверное, поможет это все. Я хочу сказать, что насколько наш Бог, Он любящий и милущий, настолько, что когда мы попадаем в эту ситуацию, злую ситуацию, Он настолько добр, что Он говорит, что в этой злой ситуации я хочу прославиться. Он обратит зло в добро. Услышите, зло в добро, поэтому у нас есть возможность молиться к Нему. Эта фраза, отец света, который я говорил до этого. Знаете, что оно означает вообще? Люди, ученые говорят, типа, Он отец сияния всего, то есть всего светлого. А я вот прочитал местописание, которое, наверное, отражает нашу связь с Ним. И это Филиппийцам, 2 глава, 15 стих. чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. И если Он является Отцом Света, я Его Сын, отражая Его присутствие, Его святость, Его милость, я свидетельствую в этом мире, кто мой Отец. Когда мы видим, что молитва, которая учит нас, вернее, учеников апостола Вишуа, говорит, начинается с Авинуша Башамаем, это означает, что Отец нас, Который превыше всего на небесах, Владыка Всемогущий, Царствующий, имеющий власть изменить любое положение, Он есть Тот, Кто является нашим началом и концом, Он является благим и милующим Богом. Знаете, мы реагируем на обстоятельства по причине нашего естества, нашей отверженности. Можете, мы чуть-чуть так говорим людям, ну вот ты так среагируешь, потому что у тебя есть отвержение, у тебя отвержуха работает в тебе, да, вот мы так выражаемся, но я не отвержен, ничего нет такого, услышите, невозрожденный человек свыше, не знающий Бога, он по своей природе отвержен от Него, грех отвергает нас от общения с Богом, и вот даже если мы чувствуем это все, вот отвержуху она связана с нашей природой, и чтобы ее преодолеть, нужно иметь отношение с Отцом, поэтому часто мы говорим, кто хочет принять Ишуа личным спасителем, чтобы твоя отвержуха, твое состояние отверженности и боли, которые ты несешь в этом мире, ты мог бы поделиться своим Отцом Небесным, в Него нужно верить, что Он есть твой добрый Бог, Ишуа отделяет Отцовскую личность от Бога, и вот именно Бог есть Бог, но Он говорит, Бог Отец, который является нашим Отцом, становится твоей опорой, Иоанна 14 глава 13 стих, и если чего попросите у Отца моего, то сделаю, да прославится Отец в Сыне, а Он говорит что-то еще больше, знаете, чтобы сделать эту проповедь немножко доступной нам, много это происходит, ну, сильно происходит, услышьте следующий момент, Иоанна 20 глава 17 стих, Пасха, во время Пасхи Ишуа говорит о том, что если чего попросите у Отца во имя Мое, Я то сделаю, помните, во время воскресенья из мертвых приходят женщины ко гробу, ко гробу подошли, Ишуа встречает и говорит им, не прикасайся ко мне, там своя проповедь у меня есть на эту тему, но не то самое главное, Ибо Я еще не вошел к Отцу Моему, а иди, иди к братьям Моим, услышите эту фразу, пойди к братьям Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, к Богу Моему и Богу вашему, может ли быть такое, что молитва Отче Наш не просто наша с вами молитва к Богу нашему, а на основании того, что Ишуа говорит, скажи братьям Моим, а если мы вдвоем, в нашей одной семье можем сказать обращение Абба Авинуши Башамаем Отец Наш иметь в виду Я и брат Мой на которого возложил Ты проклятие всего мира который умер и воскрес из мертвых вот вместе с Ним я обращаюсь к Тебе может ли быть то что Он имел в виду как вы молите скажите что Отец Наш Мой и Твой и Он ходатай за нас если мы поймем силу молитвы не просто Отче Насущий на небесах да будет воля твоя да а когда мы скажем Отче Наш соединяясь со смертью и воскресения Мессии в силе Его прощения и благоволения стоять на том той позиции которая говорит Абба Ты Наш Отец и у нас есть брат который не пожалел себя за нас Он Своей смертью искупил нас примирил нас у нас нет причины жить ранеными сердцами я хочу вам сказать у нас нет ни одной причины ходить с ранеными сердцами у нас нету причины быть обиженными на Бога нету и этого подтверждает молитва Отче Наш я понимаю что когда у нас обида когда нам тяжело мы переживаем как люди но ходить и жить с этим нельзя тогда получается что я сам несу тогда получается что это моя молитва это мое отношение моя боль это мои проблемы а он говорит отче наш и если Ишуа понес моих загрешения мою боль и страдания он говорит возложите на меня я ваш брат не называю вас рабами друзья братья мы одна семья помните когда обращаются к Ишуа говорит вот вот мать твоя вот братья твои кто смотрит на людей говорит вот это мои братья и сестры я знаю точно что любой мальчик или любая девочка всегда ищет твердого одобрения от своего земного отца когда даже мама скажет дочи какое красивое платье на тебе ты так красиво выглядишь это одна позиция но когда уставший отец придет с работы и скажет ты просто красавица вы знаете что то есть в этом любая молодая девушка или даже женщина они ищут не одобрения от своих свертниц или девушек как они выглядят они ищут утверждения и одобрения от мужского поколения особенно тех кто уже может им сказать вау вы хорошо сегодня выглядите я вам скажу больше мужчины которые уже в возрасте они тоже ищут подтверждение от отца чтобы сказать слушай ты настоящий мужик ты молодец ты настоящий отец и что то происходит в этих отношениях когда мы называем имя отца 6 лет назад чуть больше назад мой отец умер но я вспомнил историю которая случилась со мной он не был верующим человеком но очень благородным хотя некоторые его благородные части относятся больше к криминальному миру но у него было то что можно было научиться любому подростку это выдержки терпения если дал свое слово ты должен держать его он управлял небольшой группой строителей такая была бригада при предприятии он не сильно любил стоять за лопатой и цементом он был человеком который был бригадиром этой группы людей на разных объектах если даже он не очень хорошо любил работать вернее как бы стоять у тяжелой работы но он тяжело работал в любом случае потом хорошо мог закрыть наряды чтобы все получали хорошую зарплату когда я пришел с армии он меня устроил свою бригаду и специалистом по плитке кафельной плитке я люблю кафельную плитку люблю строить и вот первый день он мне никому не представил хотя многие из них знали меня но там были люди которые не знали кто это первый день можете представить себе мы как раз под обед все уже как у нас любили поработать покурить перекур кричали перекур сидели и работают на объекте и вот мы сидим разговариваем вдруг отец появляется на улице все его узнают один человек который был ответственен за тот объект говорит вот перец идет я говорю кто там вот перец корчит себя великого прораба вообще как бы вообще здесь никто и зовут его никак типа всем управляю здесь я от меня зависит очень много заданий и работы отец приблизился и крикнул сын на обед пойдешь со мной я скажу папа с удовольствием можете представить того человека который со мной разговаривал он высадился мы можем владеть своей жизнью думаю что мы управляем ею но у нас есть отец который владыка над всем этот пример привел потому что очень часто мы есть те кто пытаются сказать что они главные в нашей жизни те кто может управлять вашей жизнью может быть вы думаете что вы самые важные и бога далеко не видно это какой-то перец это самое там на дороге но когда предойдет тебе скажет сын мой хочешь со мной пообщаться вот это чувство что сказать всем своим проблемам папа с удовольствием вот в этом суть наверное первой фразы молитвы отче наш сознать что он есть отец и он наш отец он мой отец и он хочет отделить тебя от зла левитам пишет что светите имя мое посреди народа светите я бог ваш он говорит что я хочу тебя отделить от зла я не хочу тебе зла я не хочу тебе зла хочу тебя отделить этого зла по этой причине хочу чтобы ты знал я твой отец который на небесах и имя его свято отделено от зла и если в нашей жизни в твоей и моей случаются проблемы ситуации которые ты не можешь объяснить не стоит говорить что бог в этом замешан но он обратит зло в добро обязательно у нас есть поговорка нет худо без добра вот это взято оттуда что что произошло возьми скажи слушай я на самом деле в торбе я никого не виню ни вас ни папу другого никаких моих друзей хотя я много слышу обо мне каких-то слов но я попал в эту ситуацию я обращаюсь к тебе сегодня ты мой отец на небесах руководящий всем я обращаюсь к тебе как к своему отцу мы сейчас ставим наши ноги в первую очередь я бы хотел чтобы мы помолились к нему помолились к нему прилагая к этому отче наш чувство тому что бог есть отец для всех тому что у нас есть брат по имени Ишуа который становится ходатаем за нас и если мы попали в ситуацию в нашей жизни какая бы она ни была давайте мы спокойно скажем в этой ситуации ты мне нужен я я может быть услышал другого отца в этом мире которому раньше я слышал этот голос вожделения похоти желаний моих личных я попал в эти ситуации прости помоги мне папа ты мне нужен мне мне очень нужен ты для тех кто может быть никогда не призывал Иисуса личным спасителем мы должны понять что он для вас был послан для меня был послан стать нашим братом помочь нам пройти этот путь когда мы говорим отче наш мы можем сказать папа ты же его послал он для чего-то пришел в этот мир я верю что без него я бы не смог этот путь пройти я верю что без его наказания смерти и воскресения у меня не было бы отношения с тобой поэтому я принимаю его как жертву за свои грехи за свои преступления помоги мне найти образ жизни и сознание что ты есть Бог для всем и если ваша это первая молитва обращение к Иисусу Ишуа или как личным спасителем просто помолитесь спокойно скажите мне ты мне нужен Ишуа ты мне нужен ты нужен моей жизни как искупление ты нужен мне чтобы я мог сказать моему отцу нашему отцу нашему отцу что я нуждаясь тебе я надеюсь что эта молитва с сегодняшнего дня отче наш изменит ваше состояние обращения к Богу мы говорили Ишуа показывает точную картину как нужно молиться и если я чем-то смог хоть немного помочь вам обращение с Богом давайте ему воздадим всю славу помолимся просто ему Аллилуйя Аллилуйя Хочу видеть лицо твое хочу познать тебя Господь хочу переживать тебя хочу чтобы ты был моим отцом чтобы те кто сегодня рядом со мной мои неудачи мои проблемы мои ситуации которые говорят всем этим я в твоей жизни владею чтобы я мог сказать папа возьми меня на обед я хочу провести с тобой время потому что ты хозяин всех обстоятельств ты есть хозяин и Господь всего я сегодня обращаюсь к тебе поднимая свой взор к небесам откуда приходит помощь моя помощь моя от Господа Саваофа сотворивший небо и землю мой путь в тебе Аллилуйя слава 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 тебе ты меня об glaюху рук и кварф Продолжение следует... Продолжение следует...